О противодействии экстремизму говорили на заседании антинаркотической комиссии. В октябре-ноябре Роскомнадзор мониторил интернет-пространство, после чего на некоторых провайдеров подали в суд из-за неблокирования экстремистских материалов в сети. Таких исков уже девять. Что касается школ, то доступ к интернету проходит через единую образовательную сеть. Она оснащена фильтрами, которые блокируют сайты экстремистского характера, сообщила заместитель министра образования Чуваши Светлана Петрова. За интернет-пространством наблюдает и одна общественная организация. Она выявляет интернет-сайты, распространяющие противоправный контент. Но не все так гладко. Есть проблемы. У большинства школьников компьютеры дома и смартфоны с выходом в интернет. Нужно подключать родителей, больше информировать их, прозвучало на совещании.